Изобразительное искусство, это не просто забава для зрителя, но и настоящий кладезь загадок, чтобы разгадать их, порой приходится часами вглядываться в полотно, подмечая детали, которые на первый взгляд кажутся несущественными. А иногда и этого недостаточно, нужно знать историю создания картины, чтобы понять, о чем именно хотел рассказать нам автор. Последний день в старом доме художник, Роберт Брайтуит Мартино. Исходя из названия полотна ясно, что семья проводит в своем имении последний день. Если рассмотреть картину пристальнее, можно понять почему. Справа лежит листок, это каталог аукционного дома Кристи. А к картинам, которые висят на стенах, приклеены бумажки с номерами лотов. Словом, эта семья обанкротится, и ее имущество распродается. Обратите внимание на главу семейства, в руке он держит жетон, который выдают на скачках. По всей видимости, это подсказка живописца, мужчина проиграл все свои имущества, делая ставки. А особая близость отца и сына указывает на то, что мальчик переймет гедонистический образ жизни отца. Ревность и флирт. Художник, Хейнс Кинг, фишка Кинга, изображать банальные на первый взгляд сюжеты, которые при ближайшем рассмотрении оказываются настоящими трагедиями. Во всяком случае для персонажей, изображенных на полотнах. Название картины говорит за себя, одна из девушек флиртует с мужчиной, а другая завидует и ревнует. Впрочем, не все так прозрачно, как кажется. Здесь есть пара деталей, которые рассказывают пытливому зрителю чуть больше о жизни героинь, кстати, они, вероятно, являются сестрами. На стене висит небольшой портрет, можно предположить, что это отец девушек, который преждевременно их покинул. Теперь они живут или одни, или с матерью, а потому для них очень важно удачно выйти замуж. В углу на столе можно разглядеть книги, вероятнее всего, это Библия и молитвенник. Это многое говорит о характере скромной девушки. Некоторые критики интерпретируют сцену на картине как распутье, мы наблюдаем выбор между трудным путем, добродетелью, и путь к земным удовольствиям и порокам. Две девочки, одевающие котенка при свете свечи. Художник, Джозеф Райт. Сюжет картины до сих пор вызывает бурные дискуссии среди искусствоведов, психологов, культурологов и прочих специалистов, имеющих какое-либо отношение к изобразительному искусству. Многие считают, что это полотно является парой к картине мальчики с мочевым пузырем, а вместе этот дуэт показывает нам разницу полов. В то время пока девочки играют с котятами и куклами, мальчики занимаются наукой и исследованием мира. Есть и другое мнение, не менее популярное. Оно гласит, что Райт изобразил на этой картине пробуждение женской сущности. Одна из девочек нескромно держит котенка, стоящего на задних лапах. Вторая девочка насмешлива и осознанно улыбается зрителю. Котик стыдливо закрыл хвостом живот. Даже изображения подростков, которые занимаются чтением или письмом, вызывали у людей 18 века, а именно в это время было создано полотно, смутные ассоциации с чем-то неприличным. Искусствоведы отмечают, что картина может быть отсылкой к известной женской жестокости, героини выступают в роли мучителей, а котенок лишь игрушка в их руках. Ну а в скором времени девочки могут перейти к другим, более рискованным играм. Субтитры создавал DimaTorzok